GPS-навигатор фирмы Jansan Навигатор пришёл достаточно быстро Как мы видим, он упакован очень хорошо Что можно сказать об этом навигаторе? Выходит воздух 7-дюймовый навигатор Оперативная память у него 256 мегабайт Так что должен настолько сильно тупить Как другие его крупники, так сказать Покупал я его за 3 300 Больше у нас тут ничего нету Коробка господобная Да, коробка господобная Правильно Вот эта у нас вверх Ох Что это говорит? Швуха тут Перхоть китайца Ну ладно, давайте на сторонках Это потом, всё нормально Так, это нафиг Нафиг Крепление Потом прикуриватель Зарядка Для USB на Mini-USB Для компьютера И присоска Держатель Да, держатель Всё это, конечно Полностью обзор вы увидите попозже Попробуем его полностью протоксировать на самом машине Так, сейчас посмотрим вообще заряженную или нет Заряжен Попросил я продавца установить русский язык Navitel навигацию И чтобы уже стояли Русское Так, это у нас английский Так, 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 так Так, сейчас, секундочку О, есть русский О, это хорошо Так, так, так GPS Navitel у нас стоит Должны были стоять Карты России Карты Белоруссии И карты Казахстана У меня проблемы Так, какие Вот Почему я выбрал этот навигатор? Мне как показалось, что он Более-менее хороший За свои деньги Конечно, были и подешевле Но всё равно как-то у меня Пал выбор на этот Потому что Он не так сильно, говоря, честно Тупит И проверим его экран на солнце Как он бликует или нет Ну Инверция немножко есть, конечно, сверху ТФТ-матрица ТФТ-матрица, конечно, самая дешёвая Заряжение тут 840 На 480 Так Найти В общем Разбирались мы тут двоим с другом Так как я пользовался раньше Навигатором Поэтому я расскажу вам Всё остальное, что я здесь нашёл Тупили мы долго Но Пришли к обоюдному решению Что Типа умнее бываю я Что-то нормально снимать Давайте нормально Так, смотрим дальше Смотрите Вот, нажимаем найти Убираем адрес Всё, вот у нас Россия стоит Если мы посмотрим То тут у нас Хер, вот, уча городов Хочешь в Армению поедешь Хочешь в Узбекистан Хочешь Не знаю, куда там Кыргызстан Мы берём Кыргызстан Так, город Город Ну, Бешкек пусть будет Там городов Да херище Даже на стороны Бузулок Там есть Улица Десятая улица Всё Результат Та-дам Поехали, нажимаем Всё Построение маршрута Видите, загружайся в процент Видели Сейчас Построится маршрут Ну, конечно В машине это будет всё Намного эффектнее выглядеть Вот он, маршрут построился Вот мы можем приближать тут карту И смотреть там откуда бы ей Есть 3D вид, есть 2D вид Сейчас я вам сделаю Чтоб попроще объяснить Вот Адрес Выберем Россию Город Пусть будет наш Бузулук Потому что это будет проще И выбрать 1 мая Всё, результат Вот мы на улице 1 мая Поехали Нажимаем Поехали Всё Вот нам 140 метров здесь проехать У нас 3D вид Потому что видите Домишки Когда в тачку сядете Всё у вас начнёт двигаться У вас ещё голосовое будет Это Оповещение тут Так Вот 2D вид Вот так будет вид сверху Вы сможете смотреть Как вы будете двигаться сверху 3D будет показывать Реально Перед вами Какие улицы появляются Какие препятствия И тому подобное Всё, открываете меню Маршрут Вот можете посмотреть Своё расстояние И сколько нужно ехать И время прибытия Вашего Потом рассмотреть план От маршрута Можно через какие улицы Будете двигаться Редактировать Можно маршрут Добавить Там проезд Через другое Что-нибудь Объезды показать И всё Можете Экспортировать Или импортировать Куда-то Вот Настройки Здесь можно настроить Карту Там вид Как она будет выглядеть Так Навигация Выбираете транспорт Можно пешком Например И всё И настраиваете Это всё Он предупреждает Обо всём Будет вам болтать Короче Ваш навигатор Вот Карты Можно загрузить Дополнительные Их В эту папку Закидываете И пользуетесь Потом Интерфейс Это понятно Строить Кнопки Там Сколько Как моргать Будет Фильтрация Это показывает Вам все значки На карте Можно увидеть Где там Ресторан Где Поспать Можно И всё такое Удобная штука Это Так Оповещение Всякие О Вас будут Предупреждать Если вы Превышаете И тому подобное Или нарушаете Что-то Так Региональные Настройки Вот так Это Настройки языка Система Это Включить GPS Включить Настройку Даты И тому подобное Датчик Тоже Прикольно Всё будет Измерять Путь Скорость И профиль Ну в принципе По настройкам Всё понятно Треки Ну треки Это я не знаю Что такое Так Давайте Вернёмся Теперь В основное меню Так Здесь у нас есть Радио Давайте посмотрим Будет ли работать У нас Какой радио Вот есть 99 И 6 Всё попробую Тут по идее Динамика есть Что хрен Блять Опять GPS Сейчас подождите Короче Оператор Такси Нет Оператор Такси Обзорщик Тоже Такси Нет Я перепутал Обзорщик Такси Оператор То вообще Нормальный Так Можно И видео Смотреть Ну тут Думаю Нет Никаких Видях Ну тут Ништяк Можно Накачать 8 гигов Своей Памяти Также Есть Возможность Ставить Флешку Медиа Вот Почитать Книги Можно Флеш Ролики Посмотреть Просто Видео Всякие Фильмы Фотки Глянуть Так что Вообще Удобная Штука Музыка Музон Закачать Игры О Игры Смотрите Есть Давайте Поиграем Так Хрен знает Что тут Делать Но Подтверждаю Вот Смотрите Короче Я играю Ну вы Поняли Назар Что там Еще Какие Игры Есть Смотрите О Тетрис Есть Так что Вообще Не потеряешься Русский Человек Везде Найдет Свою Игры Тут можно настроить Громкость Так Как видим У нас громкость Даже не на все Вот Так Музыка Подсветка Можно настроить Яркость Уменьшить И увеличить Вот Уменьшенная Совсем А вот Наполнен Наполнен Теперь Не включается А вот Наполнен Все Можно настроить Автовыключение Языки Путь Ну это Путь К этому Файлам Так Калибровка Экрана Тут Что Дата Время Есть Настройка Дальше Что Сброс Настройок И подключить Флешку Чтобы с нее Смотреть файлы Так Еще Что-то там Диск топ Выйти Виндос О Нифига Смотрите У нас тут Виндос Тут Оказывается Все на Виндосе А он Как все Сделано Тут Смотрите И И И И И И И И Ворд Сейчас Дохнет Пока Загружение Смотрите Можно Вообще Печатать Что Хочешь Вообще Придуман Интересно Так Все Окей Что Идет Ну Ладно Закрось Короче Прикол Вообще Короче Виндос 90 80 Стоит А Как Вернуться Обратно А Вот И Здесь А Вернуться То Что Делать То Надо Хехехе А Вот Эту Штуку Я Вообще Не Предусмотрел Мой Девайс Нет Короче Я не знаю Что сделать Короче Выключу Выключить Все Самое простое решение Которое я нашел В этом Короче Тут Windows 98 Настроен Смотрите Еще Стандартная Пленка Есть Вот Идет На нем Как видите Немножко Приклеено Видно Тодрать Можно Так Разъем Что Не видно Нифига Звучок Вот Короче Тут Крышка Открывается Короче Не знаю Что тут Ну вот Это кнопка Включения Выключения Здесь Вот Видите Здесь Разъем Под USB кабель Флешкарту Наушники Ну и Все Болтики Так С этой стороны Нифига С этой Снизу Нифига Не Динамик Динамик Здоровый Но не знаю Какой От него Толк Так Все Выходим Назад GPS Данные Закрываем Утилите Давайте посмотрим Что тут у нас А Ну это Мы смотрели Настройки Какие еще есть Настройки Ну все Вроде Больше Ничего В общем Попользуемся Расскажем Вам что И как Вроде Планшет Неплохой 7 дюймовый Не планшет Извините GPS Навигатор Еще раз Говорю Но Может Сказать Как планшет В принципе Тут Всякой Фигни Павлого Также можно Видео Смотреть Музыку Слушать Что фотографировать В интернет Выходить Нельзя А так Замечательно Вообще Такое устройство Попробуем В деле И скажем Вам Как Да что Вроде Нормально Спасибо Спасибо Всем За просмотр Ставьте Лайки Всем Пока Музыка 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 Еб Mun Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok